К сожалению, по понятным причинам парад прошел без зрителей, но это не помешало отметить такой значимый день торжественный и ярко, с привлечением военной техники и солдат. Чем дальше у нас уходит этот день победы, чем сильнее интерес россиян, дагестанцев, особенно молодежи к событиям 1941-1945 годов. По традиции, перед началом шествия все гости прослушали поздравления Владимира Путина. Поздравляю вас с Днем Победы. Победы колоссального исторического значения. Морские пехотинцы, юнормейцы, пограничники, росгвардейцы. Торжественным маршем по главной площади Каспийска шагали тысячи военнослужащих Каспийской флотилии. Эффектно проехались колонны, суровые бронеавтомобили. Всего было задействовано более 30 единиц военной техники. Показирование кораблей, обеспечивающие безопасность в городе Каспийского моря. 9 мая – особенный праздник, величественный и торжественный. Он всегда будет напоминать, какой ценой завоеван мир на земле. И, конечно же, все внимание и слова благодарности в этот день им, ветеранам. Наши отцы и деды, прадеды избавили мир от нацизма. Спасли Европу от рабства, а целые народы от уничтожения. Поэтому этот праздник отличается не только в нашей стране. Он отличается всеми людьми доброй воли. Прошло много лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но воспоминания об этих страшных событиях все еще терзают душу и вызывают слезы на глазах ветеранов. Хочу, чтобы посвела наша страна, чтобы берегли родину, чтобы было чисто небо на нашей новой. И не видели, не страдали те дети, которые как мы страдали. Желаю я добрая здоровья, чтобы над дыханием головой было все время чисто. И чтобы они не встретили такие хрантовые случаи, что мы видели. Я очень рада, я просто рада. Я даже вот говорю, я же одна в комнатке нахожусь, правда у меня котята есть. А так все равно одна, ну то хоть с людьми побуду. Да знакомых же много. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов и Дауд Касанов, телеканал ННТ Касписк.